Казахстанцы, согласно Конституции, я пользуюсь правом Конституции на свободу слова и на свободу мирных собраний. Я хочу сказать, что меня эти дни переполняет протест против того, как поступили сотрудники, вернее, Министерство внутренних дел и Генпрокуратура. В ночь с 24 февраля на 25-е забрали из дома нашего друга, нашего соратника Дулата Агадил. Кто его забирал? Посмотрите на эти лица, этих мразей, этих убийц Дулата Агадила. Посмотрите внимательно, запомните эти лица, плюйте им в лицо, когда вы их встретите. Потом сочинили версию, потом сочинили версию, за кого вообще вы народ держите, за идиотов что ли? Какие трупные пятна, какие дискофические там краска на руках. Видно было, что это тело истерзанное. А что вы сделаете, если вечером, ночью встречусь с участковым, а утром найдете его истерзанное тело, зашитое местами, избитое. Что вы будете делать? Вы не будете меня подозревать? Давайте попробуем так сделаем. Где вот эти гады, мрази? Я требую суда над ними. Я требую, чтобы их призвали к ответственности и арестовали. И всех, кто это приказывал, его забрать. Всех участников. Дело в том, что наша маразматическая власть, которая якобы говорила, что да, мы за позрачность, мы за то, чтобы все были на самом деле выяснены причиной действительно вот этого политического убийства, гражданского активиста Белата Агадил, они элементарно, вот я могу лично за себя говорить, 20, какого это было, 5 августа, не разрешили мне, как врачу, человеку с высшим медицинским образованием, войти в эту независимую судебно-медицинскую экспертизу в качестве наблюдателя. Хотя накануне, вернее, это 26 числа не разрешили, а накануне, 25 февраля, на брифинге сам заместитель Тургумбаева, министра МВД Запаров Арстангани Расулханович, говорил о том, что мы за прозрачность, пожалуйста, гражданское общество, гражданские активисты, заходите наблюдателями, заходите в комиссию. И что в итоге, чего вы боитесь, что вы скрываете, почему вы не разрешаете нам, следователь Сарсимбаев Аскар, как говорится, переведя стрелки на русских Белата, не разрешил войти нам в качестве наблюдателей. Значит, что? Большинство казахстанцев правильно создают сомнения, возникают у них в голове о том, что вам есть что скрывать, и что это на самом деле политическое убийство Белата Агадил. Люди, запомните эти имена. Имена всех людей мерзости, мерзавцев, которые забрали в ночь Белата Агадила. Это Хуанды Апасов, Жарас Хапаров, Дархан Баукаев, Хан Гильдыс Сейдала. Запомните эти имена, презирайте их, плюйте им в лицо. Но это еще не все, остальных мы тоже всех найдем. Это только первые четверо не уйдет от возмездия. Мы требуем от правительства адекватного судебного расследования, призвать к ответственности тех людей, которые повинны смерти Белата Агадила. Гражданское общество, гражданские активисты и весь Казахстан не верит в то, что у него будет сердечный приступ. Поэтому мы призываем власти отнестись к этому делу непровокационно, не ссылаясь на какие-то уловки, хитрости и все остальное, провести правильное, честное расследование. И призвать к ответственности тех людей, которые ответственны в гибели Белата Агадила. Я хотела сказать, что это даже не просто убийство было, это была казнь. Для всех не согласны. Что показательное запугивание. И еще я хотела вот этим вот людям, которым сейчас портреты, которых все сказали, да, они просто исполнители, конечно, они это сделали. Но просто вот эти вот сотрудники правоохранительных органов пусть помнят о том, что шквал вот этого ненависти, негатива, они берут на себя. А те люди, которые приказывают, они в тепленьком месте сидят у себя в замках, наслаждаются с жизнью, пока они стравливают народ и правоохранительные органы. Поэтому прежде чем какие-то приказы выполнять, взгляните себя в душу и послушайте свою совесть. И все-таки закон, чтобы главенствовал, а не какой-то левый приказ. Завтра у вас есть больше, да, и все-таки благоразумный мемец. Завтра у вас есть больше, да. Вирург его врага, простит у тебя, Акадилов, примером, для нас граждан Он был активным активистом нашей партии, я вот об этом говорил, я даже не знал, но он, оказывается, был один из создателей нашей партии. Я этим очень горжусь, что я вот на правильном пути. Во-вторых, Булат Агадил был активным противником китайской фашистской партии. Я как уйгур, я как с уйгурской диаспорой. Я не думаю, что Китайской фашистской партии примерно противника. Нургон рэхмэд, уйгурлай. Я нынешний святый никому. Нургон родим китайская фашистской партии, и из власти качать. Я вот сейчас на русском требую, мы должны призвать, чтобы все вот это полностью компенсацию взяло на себя государство, полностью выплатить им материальный ущерб, полностью взять обязанности на себя его воспитания, его детей, а также предоставление им жилой площади по совершеннолетним. Вот эти люди, вот эти люди, четверо, которые выталкивали в наручниках из дома, эти люди, последние, кто видел в живых Булата Агадила, почему их не арестовали сразу? А вот этой судье Мирзадоева или какая-то Мирзаддинова, я ей хочу тоже сказать, купи две коровы и иди честно, дуй, надай его этих коров вместо того, чтобы отдавать приказы убивать людей. Мирзаддинова? Субтитры делал DimaTorzok Я прошу граждан Казахстана поддержать наш флешмоб или челлендж, как хотите, называйте. Поддержите нас. Вот портреты. Есть в интернете портреты этих убийц. Вытаскивайте портреты на первые страницы. Репостите, говорите. Пусть этих людей выдадут и призовут к ответу. Пусть их осудят за смерть Дулата Агадила. Я требую. Мы все требуем. В завершении хотим еще раз сказать. Мы требуем от правительства справедливого расследования и наказать всех виновных в смерти нашего брата. Дулат, ты в наших сердцах. Алга, кушепартия. Алга, кушепартия. Алга, не забудем. Не забудем, не простим.